К нашему эфиру присоединяется шеф-редактор Ходорковский Лайф Ренат Давлит-Гильдеев. Ренат, конечно, в который раз рады приветствовать вас в эфире. Да, добрый вечер, коллеги. Ренат, ранее вы говорили, что вы не можете вот так вот открыто просто призывать выходить на улицы и протестовать, потому что вы понимаете, что это может нести угрозу для жизни и так далее, и что решиться на это действительно сложно. Конечно, если обращать внимание на то, насколько жестоко разгоняются протесты в Российской Федерации. А как вы относитесь к вот этому наплыву, скажем так, вынужденных туристов в разные страны, и самое главное, к вот этому вот акту сожжения российского паспорта публично? Ну, если честно, к актам сожжения российского паспорта, особенно к публичным актам, я отношусь не очень позитивно, просто потому, что очень... Я задаю себе вопрос, готов ли я, например, отказаться от собственного российского гражданства. Ну, честно говоря, наверное, нет, потому что это страна, откуда мы все, и делать то, что мы не граждане России, странно. И если уж стоит вопрос о том, какую Россию, какую новую Россию нам нужно будет построить после войны, после того, как российские войска покинут Украину, в любом случае, это должна быть некая Россия. Я категорически против любых разговоров о том, что если Россия какой-то должна быть, то это должна быть страна, которая распорядется на множество маленьких кусочков. Я всегда подобный разговор осуждаю. Нам нужно строить страну, которая откажется от того политического руководства, которое сегодня стоит во главе этой самой страны. Но сжигать паспорт странно, присягать, наверное, с каким-то другим государством тоже странно, потому что я не думаю, что Россия сегодня очень нужна, например, Украине. Я не думаю, что украинцам нужно, чтобы россияне сжигали российские паспорта. Украинцам нужно, чтобы россияне осуждали войну. Украинцам нужно, чтобы россияне придумывали, как сделать так, чтобы большая часть России не поддерживала военные действия интервью. Украинцам нужно, чтобы мы публично возвышали голос, но никак не то, чтобы мы паспорта свои сжигали и надевали на себя вышиванки, и занимались препарацией чужой культуры и чужого права на собственную государственность. дело не в том, чтобы граждане России присягали в собственном украинстве, чтобы они отстали от Украины и перестали думать, что Россия и Украина — это братья навек. Нужно просто оставить Украину самому при себе и думать о том, как построить новую страну после войны и как эту войну остановить и закончить, а не как паспорт сжигать. Для Украины важнее, чтобы никто не посягал на наш суверенитет и не пытался нам навязывать какие-то свои идеи, правила, какую-то свою жизнь. Сто процентов. В этом, конечно, я с вами соглашусь. Насколько эффективно выезд из страны для того, чтобы избежать мобилизации? Это ясный протест? Достаточно ли это ясная позиция, антивоенная, скажем так? Либо же нельзя это таковой называть? Я думаю, что сегодня люди, которые покидают Россию, делятся на две категории. Первая категория — это люди, для которых это, безусловно, политический жест и политическое заявление. Другие люди — это просто условный протест, которые голосовали за Путина, это те люди, которые ходили на фашистских националистических маршах, которые просто не хотят сейчас служить, воевать и умирать. Но это совершенно не ставит знак равенства между их политической позицией и позицией по отношению к войне в Украине. Это самое такое неприятное. Например, у меня очень много друзей в Грузии, которые сегодня говорят мне, понимаешь, Ренат, вот после начала мобилизации сюда, в Грузию, сбежала куча сторонников Путина, но эти сторонники Путина молчали десятилетиями и радостно ходили на избирательные участки и на митинги сторонников партии «Единая Россия». Они просто умирать на войне не хотят. Но вы знаете, а где вы были 8 лет? А почему вы голосовали за Владимира Владимировича, а сейчас бежите от этой войны? И раз уж голосовали, тогда уж лучше на войну и идите, раз эта война соответствует вашим политическим принципам. И сегодня, к сожалению, мы вынуждены это признавать, в том числе мы, политические активисты, которые уехали по такому антимилитаристскому принципу, потому что мы уехали, не желая вообще каким-то образом находиться в стране, которая войну ведет. Но мы уехали, потому что наша политическая позиция стройная и четкая. А это люди, которые вернутся, как только мобилизация закончится, и продолжат запычно голосовать. И вот это очень неприятно, и это очень важно понимать. И именно поэтому я отчасти понимаю позицию многих стран, которые таких людей к себе пускать не готовы. Которые не готовы давать пространство, блага какие-то, которые просто бегут от пули. А бежать нужно не от пули, бежать нужно от Путина. И с очень четкой, сформулированной политической позицией. Сегодня, к сожалению, мы видим такую подмену понятий. И таких людей много. Таких людей много. И отчасти поэтому, как бы я не осуждал такой поголовный принцип «отказываем россиянам визе, не пускаем их в Европу», я понимаю логику в подобных решениях. Рената, считаете ли вы, что европейские страны должны более внимательно в таком случае относиться к тому, кого не пускают, а кого не пускают, в плане отслеживать каким-то образом позицию людей, которые хотят въехать, имея в виду, граждан Российской Федерации на территорию той или иной страны? И вообще возможно ли это? Очень сложно на въезде выдавать опросник. И мы же не знаем, насколько искренне на эту анкету будет отвечать тот человек, который пытается, не знаю, въехать на территорию Чехии, который вот 25 октября тоже запретит въезд владельцам шенгенских виз в российских паспортах. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, но сделать так, чтобы российские туристы, которые привыкли под песни группы Ленинград танцевать на корпоративах, не приезжали в Чехию утратить деньги, наверное, правильно. Как это четко отследить? Ну, нет рецепта. Именно поэтому, наверное, такие радикальные методы имеют право на существование. На самом деле, я считаю очень просто. Те люди, которые хотели уехать после начала войны, уехали в феврале. И вы знаете, сегодня конфликт февралят, в кавычках, и сентябрят. Да, потому что был поток февраля, и вот сейчас мы видим новый поток в сентябре. А эти сентябрята, это далеко не всегда политически заряженные, политически мотивированные люди. Это люди, которые просто, действительно, как я уже говорил, не хотят на войну идти. Ну, а что же вы предыдущие 7 месяцев сидели и молчали? Почему вас устраивали в России в марте? Почему вас устраивало жить в России в апреле, в мае, когда русские войска с запрещенными бомбами бомбили Мариуполь и защитников Азов-стали? Вот эти вопросы я себе задаю. Именно поэтому иногда мне вот тех людей, которые сейчас устраивались в очереди в Грузию, на перевале Ларс, иногда не очень жалко. Просто потому, что, ну, ребят, думать нужно было немножко пораньше. А то, что вы сейчас бежите от той страны, в которой вам до этого 7 месяцев войны чудовищной, смертельной, кровавой было жить комфортно, вы молчали про Бучу и про Эрпень. Вы не возвышали голос никаким образом. Вам почему-то, у вас ничего не ёкало. А ёкало только тогда, когда вы в дом. Но война в дом пришла 24 февраля. Но тут ещё стоит отметить ещё на одну причину смены таких настроений, о чём вы говорили ранее. Это мобилизация. Люди, я не помню, по-моему, Марк Фейгин у нас в эфире сказал, что люди в России готовы уничтожать украинцев, сидя на диване и смотря телевизор. Когда идёт речь о том, чтобы быть мобилизованным и ехать, как говорит Зеленский, пушечным мясом, этого уже не хотят. И, в свою очередь, могу... Правильно ли я понимаю, что как раз та статистика о том, что мобилизует больше людей с крайних регионов Российской Федерации, в Москве и в Питере, в таких центральных городах, в той же агломерации областей, людей не так мобилизуют, потому что как раз, видимо, и боятся публичного осуждения массовости протестов. Потому что, как ни крути, но в столице, в Москве, в Питере люди более активны и более как-то могут проявлять своё недовольство. Я правильно понимаю? Ну и более политически мотивированы. Потому что, если мы говорим, например, про российские города-миллионники, то, безусловно, это те города, в которых регулярно были какие-то политические акции. Это города, где люди выходили на улицы, когда задерживали Алексея Навального и отправили в тюрьму просто за то, что он позволил себе вернуться в Россию, потому что он мыслит себя российским политиком. Да, конечно, и это отвлечение внимания образованных, интеллектуальных, я понимаю, что я звучу немножко по-снопски, но тем не менее слоёв населения от вот этого столкновения с кровавой мобилизацией. Да, очень просто призвать деревенского пацана откуда-нибудь из Бурятии, просто потому, что у него туалет свободного падения, нет никакого представления о том, как жить, нет никакой возможности выстроить свою жизнь в рамках вертикали и развития, потому что он получает зарплату 20 тысяч рублей. А тут ему вдруг предложили 250. И, конечно, надо согласиться. Проблема в том, что 250 он никогда не получит, и, дай бог, вернётся не в виде какого-то, не знаю, там, письма маме, даже тела. Может быть, его родители никогда даже не увидят его тела. Никогда. Ну, просто никогда. Провинция... Люди в провинции далеко не все пользуются интернетом. У людей в провинции далеко не у всех есть доступ к информации. И, конечно же, информация из провинциальных регионов до России, до Москвы, до каких-то более крупных медиа тоже далеко не всегда доходит. Раздражать Москву и раздражать Санкт-Петербург вас не хочет и побаивает, просто потому что, ну, это некие центры принятия решений, ну, в том числе для российского общества. Поэтому до сих пор, мы видим эту статистику, из Москвы минимум людей на войну отправляются, и по-прежнему у нас главными поставщиками того самого пушечного мяса, о котором вы говорите, являются эти национальные регионы. Я всё жду, когда внутри этих национальных регионов вспыхнет какой-то протест. Мы увидели подобный протест в Дагестане, но и он даже там довольно-таки быстро сошёл на нет, что меня, безусловно, расстраивает. Люди как будто бы схавали, простите за грубое слово. Ну, как будто бы привыкли терпеть. Знаете, я ещё хотел отдельно обратить внимание на то, что сегодня в России, особенно в пропагандистских российских медиа, очень радикализировалась риторика. То есть, если, например, две недели назад, даже неделю назад, украинская власть была плохой, а украинцы всё равно наши братья, мы их будем спасать, то сегодня, в принципе, у нас прививается очень такая одна простая мысль. Кровь до конца. Когда пропагандисты ликуют и танцуют на балконе в трусах и пижамах, отмечая ракетные удары по Украине, это страшно. И вот этот градус ненависти, он сейчас воспитывается, воспитывается и повышается. И российскому электорату, избирателю, прививается очень простая мысль. Эта война как будто бы должна дойти до конца, независимо от того, с каких бы человеческих жизней. И ужаса это всё не стоило. И это похоже на такую, знаете, какую-то последнюю агонию, агонию будущего режима. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Потому что сегодня, конечно, мне страшно включать, в принципе, эфиры федеральных телеканалов, потому что то, что там несут российские пропагандисты, это просто чудовище. Ренат, мы с вами ещё весной дискутировали, что же может победить телевизор на территории Российской Федерации. Я наивно полагала, что холодильник, как мы увидели, нет. Но вот объявление о мобилизации действительно может победить телевизор в Российской Федерации. Хотя бы сподвигнуть россиян избегать этой самой мобилизации и, скажем, не продолжать эту идею, не превращать её, скажем, из диванных экспертов в жизнь и не идти воевать с оружием на территорию Украины. А как вы считаете, чисто из этических соображений, люди, которые выехали, избегая мобилизации на территории других стран, должны ли они как-то поднимать вопрос, как-то свои голоса делать более звучными и выражать своё мнение против мобилизации? Нормально ли это, что кто-то просто выезжает и продолжает молчать и жить свою жизнь? Нужно ли поднимать этот вопрос и нужно ли подчёркивать, что всё-таки есть действительно достаточно много людей, не согласных с мобилизацией? Недостаточно ли этих сказок, что кто-то поехал лечиться, кто-то и так собирался уезжать и так далее? Вы знаете, я думаю, что самое главное, что можем делать мы и уехавшие люди, которые остаются в России, это говорить о том, что не нужно идти воевать, не нужно идти убивать. И что становиться убийцей – это не обязанность российского гражданина. Что тот факт, что тебе Россия как в какой-то момент выдала паспорт, не обязывает тебя защищать людей, которые временно почему-то назначили себя руководить тобой и вот этой одной шестой частью суши. Факт наличия у тебя российского гражданства не заставляет тебя быть солдатом путинской армии. И самое страшное – это то, что вот эти мобилизации сегодня поступают на фронт. Это ребята, которых даже ничему не учат. Это просто мальчишки, ну или не только мальчишки, но это люди, которые не умеют воевать. И вы знаете, вот я иногда говорю с людьми, которые возвращаются, например, с фронта, и меня поражают вот такие вот рассказы, как, например, ЧВКшники, наемные, солдаты наемных армий, они вот этих новых мобилизованных отправляют на первые ряды, фактически прикрываясь их телами. И вот это очень важно понимать. Тебя призовут, тебя не научат, тебе выдадут ржавый автомат, но тебя бросят в первые ряды, чтобы ты просто получил пулю, для того, чтобы какой-то зэк, призванный Пригожиным, бандитом, который раньше был путинским поваром, получил дополнительный миллион рублей госконтрактов. Это страшно. И вот это ценность человеческой жизни. И каждый раз, когда вот эти ребята отправятся на фронт, и гимн поют, мне становится очень опасно и дурно, потому что, ребят, Родина вас бросит. Родина вас всегда бросит. Не нужно защищать ценности этой Родины, которой на вас, по большому счету, наплевать, которая действительно относится к вам, как к мясу, как к расходному материалу. И поэтому я считаю, что все, что мы можем делать, это говорить просто не идите, не идите, не берите повестки, не идите на войну, потому что это не ваша война, это война отдельно взятого сумасшедшего Владимира Путина, и вы не должны быть частью, винтиком, никому не нужным и забытым этой бессмысленной, чудовищной бойни. Ренат, мы вам, как всегда, очень благодарны за то, что вы находите время присоединяйтесь к нашим эфирам. Сила вам в вашей работе. Я напомню, что шеф-редактор Ходорковский лайф Ренат Давлет-Гильдеев был на прямой связи с нашей студией. Ренат Давлет-Гильдеев